Я хочу сегодня прочитать 120-й Псалом. Песнь восхождения Соломона. Если Господь не сожди, ждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа, дети, награда от него, плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил имя колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Ну, праздники жатвы у нас вовсю идут. И в пятницу у нас была молитва о семьях и молодежи. И у меня такие, получается, темы. Тема и что касается, немножко семейную тему и жатвенную тему в одно объединить. Мысль такая, что дети, да, тут написано, что это плод. Это тоже наш плод, который мы выращиваем для Бога, чтобы в свое время они тоже встали на замену и прославляли Бога уже вместо нас за нас. Но мы знаем, что дети, они, бывает, достаются сложно. Сложно, бывает, достаются. И сложно, когда ты воспитываешь, когда много сложностей, когда ты растишь их трудностей и много очень терпения нужно для этого. Ну, я попутно, попутно прочитаю еще у Якова место. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы. Укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Ну, почему я затронул эту тему? Что, знаете, вот бывает время, время, когда ты долготерпишь, когда ты испытываешь зной, земледелец, да, испытывает зной, холод, да, и трудности переработки, и ему нужно терпение. Я вот сейчас, мы въехали в дом, а у меня обустройство дома не заканчивается. И нужно много терпения для того, чтобы, много усилий, чтобы этот дом обустроить. Много очень нужно терпения. И порой с отчаянием каким-то сталкиваешься, но придет такой момент, что ты там уже, что-то получается у тебя, и ты смотришь, о, результат какой-то есть, и ты радуешься уже какому-то результату, да. И вот так вот у нас в жизни бывает, что я вообще человек, который, ну вот, был такой человек, который боится ответственности с юности, боялся ответственности, боялся ответственности взять на себя заботу о семье, но понимал и совесть подсказывал, что это нужно, что когда вот дети, как, как, что, как все это будет. Очень было неизвестно, очень было, ну, всегда страшно, как буду семьей обеспечивать. Но вот интересно тут написано, что если Господь не садится, зиждет дома. Все, слава Богу, да. Как бы года идут, а в результате мы видим плод, что если ты с Богом, что все оно получается. Все, Бог заботится и посылает средства, посылает работу, посылает здоровье необходимое, чтобы все, чтобы дом созидался. Так много, конечно, можно из жизни вспомнить, да, вот у нас много молодых семей сейчас в церкви. Наверное, семьи, они, как сказать, я думаю, что, может быть, они не так, что, ну, как-то боятся ответственности, может быть, они, наоборот, очень смелые и двигаются вперед, и ничего не боятся. Но, слава Богу, если оно так происходит. Вы знаете, вот у меня тоже сначала первый ребенок появился. Потом думаешь, ну, боялся этого события. Потом, ну, второй ребенок, а потом уже говорим, ну, где второй, там, там и третий. Это уже, ну, что, уже первый, второй, там третий. А когда было трое детей, ну, это было самое такое время, мне кажется, беспроблемное. Трое детей растут себе потихонечку. Квартира есть, появилась квартира. Квартира есть, дети растут. Только одна проблема появилась, что, думаем, только трое. И переживание появилось, что у нас больше, разве не будет детей. Так переживали, молились, что только, только лишь трое. Но мы не знали, с чем столкнемся. Потому что трое детей, это было время, которое, ну, на тот потом уже вспоминали. О, трое детей, что такое. Время очень благоприятное, беспроблемное. Вот, а потом, да, потом четвертый, пятый ребенок, это уже, знаете, ну, как, можно умножить их на несколько. Потому что, как они нам достались, и сколько потом было переживаний, ну, наверное, Бог тоже видел это, что, с чем нам предстоит столкнуться. Вот, и долина смертной тени там была. Ну, на сегодняшний день, и это все прошло, знаете, и это все прошло. А на сегодняшний день, вот как тут в псалме написано, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими Колчанцевой, не останется ни в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Наступает такое время, когда уже дети уже не маленькие, дети уже подрастают. И если ты один строил дом и изнемогал, то когда ребенок подрастет, он тоже, ты уже ощущаешь, у тебя уже сил нету, а у тебя сын молодой. И он начинает помогать. Думаешь, ух, как здорово и как хорошо получается, когда вдвоем. Об этом написано. Что не останешься ты в стыде. Не обязательно, ну, когда с воротами, с врагами будешь, да, говорить. Но во многих вопросах ты не останешься в стыде. Потому что придет такое время, когда ты начнешь уже пожинать плоды. Тебе было трудно, тебе было сложно. Но знаете, все это временно, так сказать. Настанет время, когда ты начнешь пожинать плоды, когда тебе было сложно, когда было тебе трудно. Когда ты увидишь свои плоды, когда дети начинают дарить подарки родителям, да, когда они начинают быть благодарными. А знаете, я, ну, хочется вообще посвятить отдельную тему, как бы, вот, подросткового периода, когда ты сталкиваешься с подростковым периодом, и там тоже очень много сложностей, и это надо тоже пережить. когда, может быть, тебе нужно вторую щеку подставить своему ребенку, и тоже все это вытерпеть, что и это все пройдет. И ты потом пожнешь, пожнешь тот плод, над которым ты долго терпел и изнемогал, и не будешь ты в стыде. Очень хорошая мысль тут заложена в этом псалме, что если Господь не созиждет дома. Сейчас тоже такой настал период. Было очень трудно порой, и где-то в труде было трудно, и где-то не хватало, знаете, веры. Тут написано, если Господь, то есть ты делаешь что-то, ты трудишься, но за всем стоит невидимый Бог, который наблюдает за всей твоей жизненной ситуацией, и который все делает для того, чтобы тебе, может быть, сложно, но Бог делает так, что не чрезвычайно сложно. Эту ситуацию можно пережить. И Бог так делает, что я доверился Богу, а Бог идет навстречу, и все посылает необходимое. Часто не хватает, как бы посещает страх, в каких-то ситуациях, потому что действительно мало доверия Богу. И в очередной раз где-то там бывает действительно начальство, кто работает не на себя, а кто работает на государстве, часто начальство сталкивается с такой проблемой, начальство разное, ругается. У меня начальник такой звонит, и меня в ступор просто бывает ставит, начинает ругаться, по телефону орать просто. Я раньше сильно реагировал на это, но сейчас более спокойный. Я думаю, надо быть более спокойным, потому что написано в Священном Писании, что не заботься о завтрашнем дне. Все пройдет. Сколько было проблем. Все это прошло, и это пройдет. И все эти угрозы где-то пройдут. Потому что Бог, Он смотрит на тебя, и смотрит на эту ситуацию. Все пройдет. И надо действительно как-то больше доверяться Богу в своих жизненных обстоятельствах и быть более спокойным человеком. Я вот сейчас стараюсь действительно как-то быть максимально спокойным, не думать, не накручивать, не заботиться о завтрашнем дне. Прошел день, слава Богу. Бог дал хлеб, и завтра пошлет хлеб насущный. Главное, доверяться действительно Богу. В этом псалме написано, что есть люди, которые изнемогают, которые рано встают, поздно ложатся, заботятся, думают, потому что у них нет доверия Богу. А есть люди, которые с Божьей помощью, доверяя Богу, совершают вот этот труд, строят семьи, созидают свои дома, делают это с терпением, делают это с доверия Богу. И те, кто доверяют Богу, они не останутся в стыде. Пусть Господь благословит, чтобы наша вера, наше доверие Богу, Священному Писанию, она возрастала у нас в сердцах. И доверяя Богу, в наших сердцах был бы покой. Пусть Господь благословит. Благословит в свое время, пожать добрый плод. Аминь. Помолимся.